Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Священное Писание на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем девятую главу Евангелия от Матфея. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». И Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Нароже, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеку». Итак, мы читаем, как Иисусу принесли расслабленного, то есть паралитика, человека, который страдал какой-то формой паралича. И Иисус видел веру этих людей, которые его принесли, его друзей или родных, и сказал, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Фарисеи возмутились, книжники, потому что прощать грехи может только один Бог. И с этой точки зрения слова Иисуса выглядят абсолютно неуместными. Это как если бы я пришел в тюрьму куда-нибудь и сказал бы, «Объявляется вам амнистия», и мне бы сказали, «Ты кто, президент амнистию объявлять? Ты кто такой вообще?» Это было бы воспринято как самозванство. И когда книжники так возмутились, Иисус им сказал, «Для чего вы мыслите худой в сердцах ваших?» Он не пытается оспаривать то, что он прощает грехи. Он не говорит, «Ой, вы меня неправильно поняли». Нет. Что легче сказать, «Прощаются тебе грехи» или сказать, «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твой и иди в дом твой». То есть, поскольку Иисус отпускает грехи этому человеку, Он же его и исцеляет. Просто сказать, «Прощаются тебе грехи», это могло бы прозвучать как такое, ну, простое, необеспеченное утверждение. Но тут же происходит чудо. Он тут же свидетельствует свою власть, исцеляя этого человека. И Он говорит, «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Сын Человеческий – это отсылка к 7 главе Даниила, где Сын Человеческий – это мессия, это такая таинственная небесная фигура, которую Бог наделяет властью над всеми людьми. И Иисус указывает на Себя, как на этого Сына Человеческого, и того, кто имеет власть прощать грехи. «Проходя оттуда, Иисус, увидев человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною, и он встал и последовал за ним». Ну, нам кажется, что сбор пошлин, но это работа такая, сидит человек себе там, билеты продает. Нам это кажется обычной работой, в то время это не было обычной работой. Человек, собиравший пошлины, неизбежно имел очень плохую репутацию. Из-за того, что система сбора налогов, она была устроена таким образом, человек богатый откупал себе право собирать налоги с какой-то области, и он вносил в казну требуемую сумму. После чего он являлся в эту область и выколачивал из населения те деньги, которые он внес в казну, плюс то, что он еще мог выколотить. И обычно сборщики налогов были очень богатыми людьми, бессовестно богатыми, потому что они были люди вообще бессовестные, и пользовались своим служебным положением, чтобы выколачивать из людей совершенно несообразные деньги. И человек, который сидел у сбора пошлин, он собирал эти пошлины, с одной стороны, для ненавистных римских оккупантов, постоянно общался с язычниками, был ритуально нечист, с другой стороны, имел заслуженную репутацию, как правило, мерзавца, который, пользуясь своим положением, выколачивает последнюю копейку из своих сограждан. То есть мытарь, сборщик налогов – это что-то такое, что нам трудно себе представить, насколько человек презренный. И Иисус призывает, говорит, следуй за мной, именно вот этому человеку, которому его сограждане склонны относиться с презрением, как к человеку религиозно и нравственно погибшему. Это еще раз показывает, что в глазах Господа Иисуса любой человек может обрести спасение. Он может призвать любого человека, как бы глубоко этот человек не погряз в грехе, он может быть спасен. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его». Возлегли в то время люди на пирах, они не сидели за столом, как мы сейчас сидим, они лежали на таких скамеечках, опираясь на локоть, и они потихонечку ели, беседовали, пили вино. Но, то есть, обычно вот на пирах в то время люди вот так вот лежали, а не сидели. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель Ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Это кажется обоснованным вопросом. Вроде бы человек, который является каким-то религиозным учителем, он ест и пьет с отрепьем общества. Причем мы как-то привыкли считать, что фарисеи и книжники – это люди плохие, а мытари, а наоборот, какие-то люди хорошие, симпатичные. На самом деле, конечно, все было наоборот. Мытари – это коррумпированные сборщики налогов, фарисеи – это люди, которые стараются, по крайней мере, жить по закону Божьему. И поэтому люди возмущены, а как вообще Иисус имеет дело с таким отрепьем? И Иисус, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во врачи, но больные. Пойдите научите, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Здесь Господь Иисус говорит о таком парадоксальном явлении, как он в другом месте говорит, что мы – тари и будницы, вперед вас идут в Царство Небесное. И это звучит невероятно скандально. То есть коррумпированные сборщики налогов и проститутки скорее попадут в рай, чем вы. Но о чем это говорит? Речь здесь о том, что Христос приходит спасать грешников. Нездоровые нуждаются во врачи, но больные. И Христос спасает тех, кто признает свою нужду в спасении. То есть если человек понимает, что он грешник, он нуждается в спасении, именно его Христоса может спасти. Но если человек грешник и считает, что с ним все в порядке, что не нуждается в покаянии, с ним все хорошо, этот человек себя удаляет от спасения. И парадоксальным образом, поэтому человек, жизнь которого в явном беспорядке, который явно не является нравственным человеком, он скорее осознает свою нужду в спасении и скорее это спасение обретет. Как часто бывает, что люди приходят в церковь из каких-то очень тяжелых обстоятельств. Человек сидел в тюрьме, совершил преступление, вел преступный образ жизни, сидел в тюрьме, там покаялся, вышел, стал жить церковной жизнью, стал богочестивым, законопослушным человеком. А человек, который вроде богополучный, добропорядочный, законопослушный, в тюрьме не сидел, наркотиков не употреблял, все с ним хорошо, он считает, что ему все это и не нужно. Что он не нуждается в Евангелии, он не нуждается в покаянии. Или бывает, я вот знал людей, которые были тяжелые алкоголики, и они покаялись, уверовали, вот когда поняли, что они до конца недели могут не дожить, они умрут под забором, если вот каким-то чудесным образом бог их не спасет. И они начали крепко выпиять к богу, и бог их спас. А люди, у которых нет таких проблем, которые как раз приличные граждане, они могут считать, что им и не нужно крепко выпиять к богу. С ними как-то все и так все в порядке. И поэтому кажущееся богополучие, даже кажущееся богочестие может служить преградой к человеческому спасению. А человек, который оказался вот уже на дне, он может обратиться к богу и спастись. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы, фарисеи, постимся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Иудейский закон предполагал, что люди какое-то время постятся в определенные дни, и ученики Иоанновы удивились и говорят, «Почему, собственно, вы не поститесь?» И Иисус говорит, «Бессмысленно поститься в присутствии жениха». И он указывает на себя, как на жениха. Жених кого? Жених церкви, жених божьего народа. Уже в Ветхом Завете постоянно возникает этот образ, это сравнение, где народ есть невеста, а бог есть жених. Как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе, Господь Бог твой. И поэтому, отождествляя себя с женихом, Иисус указывает на себя, как на Бога. Если цель поста в том, чтобы приблизиться к Богу, то бессмысленно поститься, когда Бог присутствует, вот он уже здесь. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплату из небеленной ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Господь говорит здесь о том, что обращение к нему предполагает, что человек готов измениться, готов принять это новое положение дел, новую жизнь. К ветхой одежде не приставляют заплаты из небеленной ткани, ну потому что ткань же, она садится, когда ее стирают. Если вы пришьете из нестиранной небеленной ткани заплатку, вы ее постираете, она сядет и порвет старую одежду. Меха – это такие емкости из шкур животных, и в новые мехи заливали виноградный сок, он там бродил, выделялся газ, и меха растягивались. И поскольку кожа была эластичной, могла растягиваться, она вот не прорывалась. Но если взять эту уже растянутую кожу, налить в нее свежее, не перебродивший сок, то она уже не выдержит, разорвется. И Господь использует эти оба образа, чтобы показать, что встреча с ним требует от человека полной перемены взглядов, полной перемены его прежней жизни. Невозможно приделать учение Христова как какую-то заплатку, как какое-то дополнение к своей прежней жизни. Нужно полностью обратиться. И когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и к Ване сьему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав Иисус, пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, че, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков, и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той». Вот Иисус идет для того, чтобы исцелить эту девочку, и по дороге женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подходит сзади, прикасается к краю одежды. В Ветхом Завете есть запрет на участие в богослужении женщины, имеющей истечение из тела. К ней невозможно были, недопустимы были в это время супружеские отношения, и женщина считалась ритуально нечистой. Постепенно любые вообще истечения крови из тела стали рассматриваться как искверняющие человека и делающие для него невозможным богослужение. И более того, если человек с таким истечением кому-то прикасался, он его осквернял. И эта бедная женщина, которая имела истечение крови из тела, она все время была ритуально нечистой. У нее не могло быть ни семейной жизни, ни религиозной жизни. Само прикосновение ее к другому человеку, этого человека ритуально оскверняло. И в обществе того времени, где огромное значение имело понятие стыда, просто даже говорить о том, что у тебя есть такая проблема, у тебя есть истечение крови из тела, было страшно, скандальным и неприличным. И она делает что-то, что в рамках того общества было страшно, скандальным и неприличным. Она, имея истечение крови из тела, и она женщина, она идет и прикасается к мужчине. Это мужчина и там не муж, не родственник. Это что-то недопустимое по мертвам того времени, это абсолютно скандальное и неприличное. И поэтому она не может прийти и просто сказать, Иисус, вот у меня такая проблема, помоги мне. Она не смеет это выговорить вслух. Она приходит и прикасается к нему. Иисус, как реагирует на это? Обратившись и увидев ее, сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Мы видим, что Иисус реагирует на это, хотя она ожидает какой-то резкой реакции, но он реагирует наоборот, он ее ободряет. Он говорит, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Часто бывает, что человек не решается обратиться к Господу Иисусу из-за того, что его грехи, его какие-то проблемы, терзающие его помыслы, они какие-то слишком тяжелые, слишком ужасные, слишком неприличные. И пример этой кровоточивой женщины, он ободряет всякого грешника принести свои грехи на исповедь и получить прощение и исцеление. Когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков, народ в смятении, свирельщики, они пришли уже для того, чтобы совершать оплакивание. Это часть уже начинающегося ритуала погребения. Сказал он, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, разнесся слух, ася он по всей земле той. То есть Иисус вернул эту девочку к жизнью, показывая здесь свою власть не только над болезнями, но и над смертью. Как сказано в Писании, во власти Господа Вседержителя врата смерти. И он возвращает эту девочку от врат смерти. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Господи!» Иисус, сын Давидов. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал!» Они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. За Иисусом идут двое слепых, и они кричат, «Помилуй нас, Господи!» Иисус, сын Давидов. Сын Давидов – это на самом деле имя Мессии. То есть они его признают Мессией, поскольку Мессия – это потомок Давида. И они проявляют определенную настойчивость. Он пришел в дом, они приступают к нему, и он спрашивает, «Веруете ли, что я могу это сделать?» То есть чудо совершается в ответ на их веру. Они говорят, «Да, Господи!» Он коснулся их глаз, сказал, «По вере вашей да будет вам!» И они оказались исцелены, их глаза открылись, и он просит их не разглашать, чтобы никто не узнал. Они, выйдя, разгласили о нем по всей земле от той. Мы видим, что Иисус просит людей не разглашать эти чудеса. Почему? Почему? Это связано, по мнению большинства отолкователей, с тем, что люди действительно ждали Мессию, но они ждали Мессию как могучего воина, который выгонит римлян и восстановит царство Израиль. И они готовы были этого Мессию принять, но Иисус пришел не за этим. И поэтому он Мессия, но Мессия не в том смысле, в котором люди его ожидают. И поэтому он старается до определенного момента не возбуждать в людях чрезмерного энтузиазма. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого и бесноватого. Когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силу князя Бесовского. Одно из пророчеств ветхозаветных Мессии говорит, что тогда уши глухих отверзнутся, и уста немого будут петь. То есть то, что открыто уста немого, это знамение, которое предсказано во ветхозаветных пророчествах. И народ, удивляясь, говорит, никогда не было такого явления в Израиле. То есть это некий уникальный случай осуществления ветхозаветных пророчеств Мессии. Это указывает на то, что Иисус есть Мессия. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силу князя Бесовского. То есть они не отрицают, что имеет место изгнание бесов. Они говорят, что это происходит в силу князя Бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Иисус идет, проповедует Евангелие Царствия, то есть проповедует, что приблизилось царство, он исцеляет людей, и он видит эти толпы изнуренного, рассеянного народа. И он просит учеников молить господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Жатва – это образ, который разные вещи означает в Библии, но один из этих образов – это боговестие, которое собирает людей в церковь. Как пшеница, которая рассеяна по полям, ее собирают в житницу, так и церковь, народ Божий, люди, которые рассеяны, они собираются благодаря богоествованию. И здесь Господь говорит апостолам, чтобы они молили господина жатвы, то есть Бога, чтобы выслал делателей на жатву свою. Деватели – это миссионеры. Деватели – это те, кто проповедует Слово Божие и помогают людям прийти ко Христу. И эта миссия церкви, она, конечно же, продолжается до сего дня, и все мы призваны быть миссионерами и приводить людей к их истинному пастырю, Господу нашему Иисусу Христу. Мы с вами прочитали девятую главу Евангелия от Матфея на библейском портале «Экзегет». Иисусу Христу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!